Всем добра! Добро должно быть с кулаками! В этом гайде вы узнаете обо всех самых важных аспектах игры и маленьких хитростях, позволяющих воспитать неубиваемых персонажей. Дети! Стоит ли их брать в начале игры? Или может быть взять одного плута или одну крысу? Или может быть какого-то другого персонажа за ту же стоимость? Который позволяет, если позволяет, конечно, ваш доминион, ваш бог. Здесь ошибка новичка. Думать, что из детей людей можно вырастить путных бойцов. Ведь стартуем зимой и левел сбросится с сохранением дополнительных детских характеристик и навыков. Все перенесутся во взрослого персонажа. Воина, ведьмун, неважно кого мы из него вырастим. Однако, и плут, и крыса даже, если разблокировать, конечно, да, они уже начнут помогать с первых дней игры. А ранний этап игры самый опасный. Ну а второе, сбросить уровень в игре вообще не проблема. Например, у гоблинов, превратив любого персонажа в призрака. Или у ночных демонов, где вас ждет стрига и целых два оборотня. Или у тенерожденных, если ваш последователь девушка людей в ведьму превращаем, конечно, или девушка орков. Ну тоже, а ведьму только у орков, да? Ну и так далее. Трансформации в игре есть. Просто, ну, надо знать, где искать. Например, у меня в описании на файлик выйти с трансформациями, со всеми. Ну, посмотри. Ну и в-третьих, дети у нас. И так будут появляться. Будут присоединяться к отряду пачками. Вы их не будете знать, куда девать. Но люди. Люди. Одна из самых слабых рас в игре. Зима. Любой получаемый опыт удваивается. Поэтому старайся откладывать на зиму все квестовые цепочки, руины и логово. Готовься к зиме все остальные сезоны. А именно, собирая ресурсы, занимайся исследованиями, крафтом, поиском новых квестов, руин и рассадников. Не стесняйся выносить перемещающиеся по карте паки монстров и охранников. Они восполняются из своих рассадников и городов через несколько ходов после уничтожения. И зимой же старайся бегать только семеркой персонажей, которым нужен опыт, так как он делится на весь отряд, участвующий в событии. Квесты активируются в момент перехода хода или при передвижении отряда по походной квесты. Если на активацию первых мы почти не можем никак повлиять, то получение походных квестов можно повысить, передвигаясь по одной клетке или понизить, проходя за раз максимальное расстояние, если вы, к примеру, серьезно ранены. Однако при очевидном проигрыше не стоит бояться отступать. В данном случае мы побеждаем, но, допустим, если мы выберем провал, штраф зависит от конкретной ситуации. Однако, чаще это не критичное ранение. А опыт все равно получаем. Так и качаем. В игре существует три типа испытаний. Красные, желтые, фиолетовые. Для каждого из испытаний есть своя полоска здоровья. Помимо прочих, есть подобные теневые испытания. Они полоску ХП не отнимают, никак не влияют на здоровье ваших персонажей. Теневые испытания в целом безопасны. Определить их можно цветом вашего значка во время испытаний, который выдается. Если закрашенное испытание, то это обычное. Там здоровье будет тратиться. Если только цветной контур остается внутри темненьким цветом. То есть у нас красный контур, внутри не закрашенный. Желтый контур, фиолетовый контур. Это теневое испытание или безопасное испытание. В нем работают только ваши базовые врожденные навыки. Не базовые, да, извините. Врожденные навыки, которые вы успели выкачать. В нем работают пассивные бонусы от вашей экипировки. Но не работают активные на способности, навыки. Вот как атака оружия, например, из примера. Или бывает у кольца какой-нибудь навык боевой. Тоже не будет работать, да. Пассивные работают. Активные в теневых испытаниях. Самых безопасных не работают. Поэтому рулят, конечно, у нас врожденные навыки. Итак, красное. Самое опасное испытание. Физическое. Простой мордобой. Любым подручным инструментом. Однако оно самое прибыльное. Чаще всего самый максимальный лук мы получаем именно в красном испытании. Желтое испытание. Ментальное унижение соперника не так фатально. Например, избранный может потерять всю волю, это желтое хп, и никуда от вас не денется. Если кто-то сбежит, помимо избранного, если у кого-то желтое отнимется до критических значений, и он от вас сбегает, то есть там не стопроцентная вероятность, читайте внимательно вот здесь подсказки. Если он от вас сбежит, хоть кто-то, то вы, в принципе, одного один раз за игру можете вернуть. В одном из четырех городов. В одной из столиц фракций. Эльфов, гномов, гоблинов, орков. Подробнее смотрите в каждом из этих гайдов. Как вернуть дезертира. Фиолетовое испытание, духовное или магическое перетягивание каната в целом вообще не опасно. Это единственный тип здоровья, который можно восстановить, помимо прочего, с помощью ритуала. Максимально быстро. То есть остальные у нас только регенерация или там посещение, допустим, городов. И там купить себе у лекаря моментальное излечение какого-либо из баров здоровья. Красного, желтого или фиолетового, неважно. Своими силами только фиолетовое можем сразу восстановить максимально быстро. С помощью ритуала. Все. Естественно, регенерация здесь очень низкая. Поэтому это вот важненький такой момент, ребят. Ну и для подсчета вероятности потери персонажа, если у вас все же опустилось здоровье ниже 30%, красное или фиолетовое, красное или желтое, то можете воспользоваться моим калькулятором. Смотрите ссылку в описании. Калькулятор смерти. Там для вас готовый уже шаблон. Вбиваете сколько максимум здоровья возможный. у персонажа, красный или желтый. И сколько у него в данный момент имеется положительное или отрицательное значение. Вбиваете, смотрите, какой шанс потерять персонажа. Мораль восстанавливает желтое здоровье. Подробнее читайте здесь. Так же дает улучшение членам отряда. Подробнее смотрите здесь. Какие улучшения, за какой уровень морали. Если вкратце, просто готовьте побольше разнообразной еды. Именно она влияет на получение, на прирост морали. Лишнюю еду всегда можно использовать в торговых операциях. Или просто выбросить, если совсем уж тяжко под весом трофейного добра. Бафы. Очень редкое улучшение, которое можно получить в различных квестах и событиях. Но на очень короткое время. Ритуалы тоже на них есть. Но с ними совсем печально. Оставь на позднюю стадию игры. Слишком дорогое удовольствие. Уровни персонажей. Игра не ограничила напрямую потолок развития персонажей. Однако получить 23 уровень и выше крайне сложно. Проще сбрасывать через трансформацию. Каждый четный уровень позволяет персонажу выбрать одну из трех характеристик на выбор. Как в данном случае у нас четное повышение. Или нет. На самом деле, используя экипировку. Жмем сюда отменить. Выбираем своих персонажей. Используем пета или какую-нибудь другую экипировку, которая может менять ваши характеристики. Вот эти вот. Ну или вот эту характеристику. Неважно. Конкретно вот да. У нас получается 7 характеристик, участвующих в изменении. Если у вас есть любая экипировка, в том числе питомец. Ну вот, например, питомец. На проницательность. Видите? Добавляем и снова смотрим сюда. Заходим. Здесь характеристики могут при этом измениться. Таким образом, перебирая экипировку на своем персонаже, отменяя, снова перебирая, можно выбрать нужную вам двоечку. Ну или вообще, чтобы появилась характеристика хотя бы в единичках, та, которая именно вам нужна. Баг это или фича? Не знаю. Думайте сами. Каждый нечетный уровень персонаж выбирает один из двух типов навыков. Могут дать два имеющихся на прокачку, могут дать два новых, могут и то, и то дать. В любом случае, выбираем, качаем. Лучше качать один до пятого уровня, чем пять до первого. Так ваш персонаж будет намного сильнее, особенно в теневых испытаниях. Основная цель которых и есть эти навыки. Где же взять еще нам статы или навыки? В квестах, конечно. Поэтому не стоит сидеть в лагере, ребят. Постоянно путешествуйте. Конечно же, по одной клеточке. Еще один вариант получить сразу кучу навыков и характеристик это трансформировать слабого персонажа в более сильное существо. Как? Смотри здесь. В кого? Кто же сильный? Смотри здесь. Давайте первое посмотрим. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Но я думаю, если посидеть, подумать, то все разберетесь. где делается? Где делается? Кого превращается? С каким шансом? Обратите внимание, что здесь участвует удача. Дальше я об этом расскажу. Здесь у нас табличка с базовыми характеристиками, атрибутами, статами каждой профессии, каждого персонажа. Так вот, как это работает. Это базовые для каждой профессии. Есть дополнительные, которые вы получаете при повышении уровня и при выполнении определенных условий в квестах, событиях и так далее. то есть все, что сверх в процессе игры получаются, все характеристики, те у вас навсегда остаются в скелете вашего персонажа. А это шкурку, которую вы одеваете поверх ваших. То есть, если мы из кузнеца превратились в какого-нибудь, не знаю, мастера войны, то вместо вот этих характеристик будут вот эти характеристики, плюс дополнительные все характеристики, которые мы получили, пока были кузнецом простым. Все они прибавятся вот на эту вот шкурку. На шкурку мастера вот войны. Ясно, да? Итак, давайте теперь разберем удачу, про которую я говорил. Вернемся к нам в игру. Посмотрим, какая у нас красивая монахиня. Это у нас жрец. Ну да ладно, удача. Что у нас здесь разработчик пишет? Разведка мест, нахождение персонажей или неприятностей. На самом деле все довольно шире и довольно интереснее. Помимо того, что удача повышает шанс какой-то, то есть в некоторых условиях разработчики прописали какой-то шанс, допустим, 50 процентов, что произойдет то-то событие, плюс удача. То есть, если у нас 14, да, здесь удача, то событие произойдет, если было 50 процентов плюс удача, то 64 процента итоговое значение того, что событие произойдет. Значит, и чаще всего удача нужна там, где событие хороший результат, значит, удачу нужно ребят качать. Именно для этого различные ситуации, абсолютно различные. Это тебе и взросление, это тебе и трансформация. Много где используется удача. Также она используется для ускорения прокачки. Чем больше у вашего персонажа удачи, тем быстрее он будет качаться без каких-либо штрафов для других сопартийцев. То есть, они как получали опыт свой, столько же они будут получать. А он будет получать больше, если он удачу свою прокачает. Как качать удачу, есть навыки. Удача также навыки конкретно на удачу зависящие. Я не знаю, у меня вот, да, вот есть любимчик фортуны, например. И также удача зависит от каких-то характеристик конкретных. Вот восприятие, мудрость, судьба, да, ну, мораль, понятно, да, улучшает 120%. Так что качайте удачу, качайте удачу, еще раз качайте удачу, не игнорируй ее. Далее, что еще она делает? Ну, как раз то, что разработчики написали, она генерирует, активирует квесты, походные квесты, обычные квесты, или там, квесты во время перехода хода. То есть, мы передвинулись на одну клетку, какой шанс, что у нас событие произойдет, что активируется какой-то квест в этой клетке? А вот он и есть, шанс плюс удача, плюс та самая удача, которая у нас сейчас есть. Остается вопрос просто, удача берется со всей группы, но, на мой взгляд, я вот не хочу говорить, на мой взгляд, потому что в этой игре так делать нельзя, но, скорее всего, максимальная удача у персонажа в группе, в данной группе берется, а не сумма, потому что слишком бы много квестов бы сразу отсыпало, а у меня такого не происходит, когда ты прокачиваешься и много-много у тебя персонажей в одной группе там под 20, да, и у всех удачи под 100. Ну, то есть, квестов каждый ход все равно не дают, что странно, да, 100, как бы это 100%, если что. Ну, в общем, надеюсь, было интересно вам, ребят, игра мне нравится, и надеюсь, вам тоже она нравится, если с чем-то помог разобраться, очень этому рад, надеюсь, на ответный лайк. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok